всем привет продолжаем изучать спринг и сегодня предлагаю разобрать вот такую тему как граф коэль граф коэль что такое граф коэль отправить бы вас по хорошему на какую-нибудь статью сам я с граф коэлем поскольку этот плейлист я напоминаю меня обучающий и все вещи я также как и вы я слабо знаю и так граф коэль из того что я пока понял это возможность вот здесь вот самое ключевое тут почитал немного это возможность отправлять запрос указывающий только ту информацию которая вам нужна и получать только ее то есть вот у вас есть 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 какие-то объекты и в них есть сложные взаимоотношения и используя классический рест чтобы вынуть нужную информацию когда у вас большая вложенность у объектов то есть допустим у вас есть юзеры у юзеров есть какие-то хобби у юзеров есть лайки у юзеров есть друзья у друзей соответственно есть лайки у друзей есть хобби то есть когда большая вложенность когда большой граф и когда вы тянете информацию об определенном юзера нужно как-то сказать что вы хотите только ту информацию которую вы хотите и и здесь появился такой инструмент как граф коэль граф коэль если мы почитаем историю почитаем историю то давайте какая разница английский не английский это у нас но внутри фейсбука было придумано и затем они открыли открыли это миру значит так то есть основная идея графа коэль это служит он глобально тому тому же самому что и rest сервисы то есть есть какой-то клиент он делал запрос на сервер и вынимает какие-то нужные данные но минус rest то что сложно делать какие-то запросы к объектам которые имеют очень сложные путанные графообразные взаимосвязи и здесь нам приходит такой инструмент как граф коэль вот перед тем как вот это все дело видео посмотреть почитайте про граф коэль конкретно данное видео будет по типу лайва то есть я буду здесь вступить не хочу посмотреть предварительно так что создам проект создам проект и буду буду лайв кодить значит next давайте ру кайка граф граф коэль символ 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 граф коэль граф коэль символ давайте я установил java 11 поэтому будем юзать ее хотя если честно я не знаю очень очень плохо знаком с джавой 11 и как и с джавой 9 я даже модульность не знаю как делать я все время сижу на джаве 8 так что тут нужен веб таймлиф непонятно зачем ладно пусть будет он нам не нужен будет так окей все нужное я взял то есть самое важное веб и база данных остальное мы вручную подключим так 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 я тут смотрел материал это то давай открывайся подтормаживает подтормаживает окей это не то вот какой то пример нашел какой то нашел пример так так здесь предлагается вот эти dependency подключить окей давайте подключаем dependency для графа коэля так и нужно еще еще одно dependency чтобы у нас было была графическая конструкция консоль то есть to enable GraphQL in our application окей кстати почему то это версия я открыл его вот его гид и о гитхаб давайте я вот это скопирую окей вот и гитхаб окей 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 пускай это у нас подгружается теперь поехали поехали нам нужна какая-нибудь модель нам нужна какая-нибудь модель давайте давайте модель юзер или не юзер давайте нет давайте вот так бук любимую бук возьмем то есть entity так private long id так id generated value по дефолту она out она straight out of private private auto и private так здесь автор 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 то есть мы сделаем простую вложенность попробуем разобраться вообще что это такое так что видео я предполагаю будет долгим окей поехали значит ммм автор и name у книжки будет еще name это будет стринга обычная name так теперь мне нужно создать класс create create класс и нужно описать отношения 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 значит у книжки книжки для простоты мы сделаем что у книжки может быть только только один one 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 здесь по идее надо еще так one one здесь тоже entity так это дело я скопирую так дата ммм дата окей теперь мне вот здесь вот нужно бук бук окей по мапм бай мап安 бай ммм аута и давайте чаин ммм Feed тайбол так name будет author book author и так, join column так, это значит book id и мне нужно inverse так join column join join column и author id name name ok вот наша моделька вот наша моделька так теперь нужно теперь что нужно теперь мне нужно еще author добавить last name и first name и first name ok первый шаг сделали теперь нам нужен репозиторий теперь ладно нехорошо я делал что все в одной папке ну ладно пусть будет все в одной папке так репозиторий репозиторий ой значит автор репо экстенс жп а жп а жп репозиторий мм так а а то а лонг почему джип а почему джип а потому что у него есть классный такой метод метод где это а а а мать 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 нет ван то есть он немножечко отличается помимо там он отличается плюс он еще вот в пейджи мать м м то есть а может частями доставать может частями доставать окей первый репозиторий создали теперь нужно второй репозиторий ммм значит бук репо бук репо экстенджусь от жп а репозиторий и здесь ммм как это называется бук лонг окей вот наш наш репозиторий так так окей 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 мы там процентов мы тут предлагается ее сервер создать сервис 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 мне еще нужно сделать при загрузку не нужно сделать какую-то презагрузку так что давайте поехали бин паблика войт комманд давай комман онлайн рано и здесь при лоте оттенду я поехали создавать объекты 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 так конструктор мне нужен удобный и есть то же самое нужно но так значит так нужно создать хотя бы несколько 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 книжек несколько книжек и несколько авторов давайте три три создадим хотя здесь у нас вот такая штука есть так какие есть какие есть у автора какие есть у автора так что там было значит я это и этот конструктор я изменю так значит так имя 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 ой не знаю давайте давайте копипаст копипаст а хотя ладно поехали лев толстой лев толстой так здесь у нас связи связи вон так что я вот это вот уберу отсюда и так вот это я тоже отсюда уберу через сеттеры будем делать окей то есть лев толстой окей кто там у нас еще есть кто у нас есть еще а что-то у меня что-то у меня не ладится что-то не ладится что-то не ладится так марк твен пришел мне в голову марк твен и давайте еще какую-нибудь давайте еще какую-нибудь ричард доукинс 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 так вот наши авторы да теперь теперь а а а а мне нужно это дело все нужны нужны эти как их называть буки по бук ван это нью бук значит у толстого будет анна каренина у марк твена марк твена марк твена марк твена так что 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 написал марк твэн то марк твэн что написал у нас марк твэн марк твэн марк твэн какой известный сколько ссылок где его библиотеки нет вот это томссор окей нюбук и варбук варбук это нюбук и здесь и здесь и здесь и здесь что сэлфиш джин эгостичный ген теперь мне нужно связи мне нужно связи мне нужно связи букву один я сэк аута аутор один и наоборот значит наоборот значит аутор один сэкбук сейчас мы все это дело еще посмотрим как отобразилось все в таблице так теперь мне нужно еще консоль включить консоль true так что нужно еще сохранить кстати так раз сохранить мне нужно мне нужно репозитория значит аутор риппо аутор риппо и здесь бук риппо бук риппо сэй твэн твэн и твэн и твэн и твэн твэн и твэн твэн Все, давайте запускать и так, что-нибудь. Окей, ладно, поехали. Так, вот наша консоль, вот наша консоль, то есть вот авторы, вот, ой, здесь ID так интересно. Ладно. Вот наши книжки и вот наша взаимосвязь. Окей. Я предполагаю, вот если бы вы делали сразу, сразу, то у вас возникла ошибка, и у меня она тоже возникала. Здесь, к сожалению, важен порядок. То есть, нам нужно сперва автора сохранить, причем сохранить его нужно без связи. Сохранить его нужно без связи. То есть, сперва сохраняем, потом подключаем, потом сохраняем книжку. То есть, где у нас MuppetBuy. Вот, там мы сперва его сохраняем, а потом мы сохраняем букву. Чтобы у нас все хорошо сохранилось без всяких ошибок. Если бы вы его сохраняли, как я сделал первый раз, то у вас возникла бы ошибка, и ничего бы не отработало. Ладно. У нас есть, значит, база. Значит, у нас есть база с данными. Есть репозитория. Теперь нам нужно все теперь подключить как-то к этому делу. GraphQL наш. Наш GraphQL. GraphQL, GraphQL, GraphQL. Нам нужно будет реализовать вот такие резолверы. Резолверы. Вот такая консоль у нас будет. Это еще один резолвер. Еще один резолвер. И нужно описать, и нужно описать будет вот нечто похожее. То есть, язык. Нам нужно описать язык. Так. Нам нужна папочка в ресурсах отдельно для графов. GraphQL. ГрафQL. 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 То есть, вот, GraphQL, UserResource. То есть, ресурсов GraphQL. И здесь, значит, создадим вот такой файл. Только здесь, здесь, User. Ладно, вряд ли здесь имеет значение. А, MyQL. И здесь нужно описать, описать типы. Вот это значит, что не может быть равно нулю. Вот этот восклицательный знак. Давайте я скопирую. Type User. То есть, мы сейчас... Нам нужно заняться описанием, описанием языка. То есть, каким образом мы делаем запросы. Нам нужно... Скажем так, чтобы делать, вытягивать данные, которые нужны, нам нужно сперва сформировать все возможные запросы. Типы запросов. То есть, дать некое описание. Некое описание, с помощью которого конечный пользователь будет доставать нужные данные. Значит так, у нас Book. Значит, I. Скопирую для ясности. Так. I. ID. Поменяю порядок. То есть, сперва мы описываем некий тип. Некий тип. Тип, тип, тип. То есть, Book. Логин. Только здесь у нас не логин, а... Так. Name. И... Значит, Outer. И Outer... У него тип будет Outer. Хотя можно везде восклицательные знаки, поскольку у нас не может быть нуля. Так. Теперь нам нужно описать Outer. Это я дело удалю. У аутора у нас следующие поля. ID. То есть, last. Name. First. 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 И Book. А, Book. Book. окей здесь надо посмотреть какой-то более сложный запрос а хотя если это как джейсон то так окей вот мы писали наши типы теперь нам нужно описать запросы 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 query 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 значит запрос и какой запрос здесь возвращается список список давайте books и books так что было вот так написать и еще будет один query это допустим аутор 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 так давайте создадим этот простой query 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 то есть она примитируется это компонент компонент резолвер окей сюда мне нужно заинжектить репозитория авто вай нашли автор и репа ауто ауто вай д ауто вай а бук репа бук репа окей и теперь теперь мне нужно описать мне нужно описать запросы get user get users интересно get это имеет значение слова get значит public здесь лист отдавался давайте тоже лист дадим public list book get books get books вообще кстати очень странно что вот эти листы вот эти листы нужно все время подключать это немного даже утомляет окей здесь мы что делаем мы просто возвращаем наши 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 как их называются булки данных мы должны воспользоваться нашим репозиториям бог репозиторий и при том письма как он не надоел этот ритм отлично и сейчас мы создадим точно такой же папы а а паблик лист а паблик лист а это а торс а о о о о о people.find.all окей что тут еще нам нужно сделать было компонент resolver и вроде как все тип query users touched users first last здесь есть такой интересный то есть вот таким образом диапазон пайди диапазон пайди вычислялся так а общий метод users был нет давайте я вот это дело скопирую и просто подправлю только у нас не юзеры а буки значит здесь раз буки нужно ауто репозиторий ауто репозиторий файл бояги так инстрим что ему здесь не нравится а а лонг 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 где у нас здесь значит нужен лонг стрим лонг ну что что такое а а а а last а а а а ну а а books find all by range boxes а есть какая тут разница так чего не нравится несовместимые типы найден ой я туплю, ой я туплю, аутер, 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 аутер аутерс даже сделаю, так ладно, аутерс окей, ммм, save, delete, то есть это обычный необычный сервис, вон даже транзакционал пометили так, здесь давайте теперь изменим наш query давайте измерим наш query, мы аутеров, аутеров хотим круто, да, выводить, значит, аутер, аутерс так query, значит, books, аутерс ммм, вроде как все готово потому что типы описали, запросы описали как resolver его сделали, компонентов сделали, внедрили, методы реализовали окей, поехали, запускаем и посмотрим как это все дело у нас работает так запустил ммм были некоторые у меня проблемы копипаст в очередной раз зло то есть скопировал, то я type скопировал, забыл изменить здесь type здесь очень быть внимательными то есть type, аутер, аутер book, books по id проверяем ммм так и здесь изменений никаких не сделал то есть мы все книжки берем и у нас еще есть get-аутер который мы можем взять по id теперь мы идем ммм то есть, когда мы поднимем наш террор идем на следующий адрес graph потом i потом ql graph iql и давайте вот смотрим мы описываем сейчас query мы делаем запрос так и пишем query потом books query books и теперь давайте вот посмотрим какие у нас ммм у то есть здесь есть аутер и есть name то есть id, аутер, name то есть три поля есть три поля мы так и можем попросить мы кстати а почему подчеркивает а я должен я должен указать еще что я хочу у аутера А что я хочу у Outer? Я хочу ID. Давайте ID и давайте... То есть, видите, здесь какой-то граф. Хотя давайте не ID, а... Last name и... Давайте только last name. И посмотрим, запускаем. И вот наши... Наши книжки. То есть, у нас есть общий объект. Один, в котором есть еще один объект под названием Data. В нем у нас хранятся, значит, книжки. Еще один объект, в котором есть список. Парсить это, конечно, не знаю еще как. Не очень большая радость на стороне книг это будет. Но, смотрите, у нас есть ID, как мы попросили ID. У нас есть name. И у нас есть author, который мы просили только толстой. Допустим, нам не нужен у книжек ID. И сделаем еще один запрос. И вуаля. Что мы видим? Остался лишь name и... Аутор. Допустим, нам аутор не нужен. И возьмем только книжки. И вуаля. Вернее, только имена книжек. Вот они. Круто-круто. То есть, вложенность. Давайте теперь сделаем другой. Ауторс. И здесь first. Один. Нет, я даже не знаю, как здесь запрос это сделать. Last 2. Так, и что нам здесь нужно? То есть, мы хотим только первого и второго аутора взять. И возьмем у них... Давайте first name возьмем. Возьмем first name. И как мы видим, у нас в базе данных есть с такими ID только left и mark. Вот такая история. Вот такая история. То есть, мы должны сперва, значит, описать модель. Потом... Потом... Вот мы описали модель. Нам нужны репозитории. Мы заполнили это дело. Затем очень два важных... Две вещи. Нам нужен GraphQL, Query Resolver. В котором мы описываем Query. Query, Query, Query. Не знаю еще. Здесь Query Resolver. То есть, мы пока только просили, но еще можно создавать. Можно создавать так. Где это? Или здесь было? Да. Еще можно сделать Mutation. Mutation это создавать. То есть, CreatingUser тут. Окей. Mutation, Mutation. А, то есть, имена тогда не важны будут. Важны только будут вот эти. Mutation и... То есть, мы создаем соответствующие Resolver, Mutation или Creation. И в них описываем эти методы. А затем эти методы... То есть, здесь мы непосредственно логику прописываем, как... Так, мы работаем в Java, в Java коде. Но, чтобы нам отдавался вот тот классный JSON, тот классный JSON, нам нужно еще описать в папке ресурсы, создать папку GraphQL и там создать какой-нибудь файл, который... у которого расширение GraphQL S. И здесь мы описываем, во-первых, типы, во-вторых, Query, запросы. И здесь мы их описываем. То есть, мы сделали такой сегодня простой вариант. Такой вот простой вариант. То есть, диапазон взяли. И как мы видим, даже вот такой вот простой вариант нам позволяет уже сделать весьма интересные запросы. Попросить то, что мы непосредственно хотим. То есть, и вот Name появился. И в этом, скажем так, кроется некое отличие от REST. REST нам дает все. GraphQL нам дает то, что мы конкретно просим. Ни больше, ни меньше. То есть, когда у вас... Почему вот в Facebook это вообще возникло? Ведь там что у нас есть? У нас есть большие графообразные связи. То есть, друзья. У них есть какие-то... Вот есть аккаунт, у него есть множество друзей. У друзей есть друзья. То есть, все это выкачивать глупо. У каждого из них есть различные хобби. У каждого есть множество лайков. У каждого есть какие-то контакты. То есть, большая, многосвязная, сложная модель получается. И когда мы выхотим достать некоторые данные только относительно юзера, мы эти данные как-то должны ограничить, а не вытягивать все в запрос с наших серверов. И вот был придуман такой инструмент, как GraphQL. Ладно, предлагаю на этом закончить сегодня. Видео получилось достаточно длинным. В следующий раз как-нибудь обязательно продолжим. Сделаем еще посложнее запросы. Сделаем посложнее модель. И сделаем обязательно мутейшн. То есть, как создавать с помощью данных. Напоминаю, это просто консоль. Здесь еще непонятно, как это делаются запросы непосредственно с клиента. То есть, у нас обычно есть какой-то сингл-пэйдж-аппликейшн, который будет уметь делать запросы. Правда, то, что вот в этой строке все так некрасиво, мне не нравится. Мне не нравится. Ладно. Давайте изучайте Spring. Изучайте GraphQL. Это у нас некая, напоминаю, некая альтернатива REST. Классическому REST-сервису. Классическому REST-ресурс-сервису. See you next time! Субтитры создавал DimaTorzok